МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Коллективы Творческого объединения премьера имени Леонарда Гатова начали новый театральный сезон в онлайн-формате. Когда мы работаем на сцене, у нас есть контакт со зрителем. Мы его чувствуем, ощущаем. Сложно работать в онлайн-концерты, потому что ты не ощущаешь зрителя. И поэтому приходится, конечно, как-то абстрагироваться. И это тоже определенное мастерство – работать на камеру. Первый онлайн-концерт в этом сезоне, ну, открытие было. Там номера смешанные, да, из разных жанров были. Я, например, первый раз исполняла ГОПАК в нашем театре. Было очень интересно, потому что у меня было два выступления. Первый был ГОПАК, который абсолютно был такой залихватский. Характерное произведение совершенно, да. А где-то пьяненькое нужно было сыграть, где-то это, не знаю, получилось у меня или нет. А другой номер был абсолютно такой красивейший баркаролла Фенбаха из сказок Гоффмана. Поэтому вот мне, например, было интересно такое. У меня было перевоплощение и в костюмах, и как бы по образу. Для Краснодарского музыкального театра это 87-й сезон. 13 августа его открытию был посвящен онлайн-концерт, где солисты исполнили свои любимые фрагменты из опер, оперет, мюзиклов, романса и песни из кинофильмов. Добрый молодец с красной девицей, Как доказать себе, что страх не вечен, что любовь сильней. Мы исполняли дуэт из мюзикла «Зорро». Подготовка была быстрой, но продуктивной. Сольные уроки с концертмейстером, непосредственно спевки уже в дуэте. Музыка к мюзиклу была взята в основном и группой «Джипси Кингс», а лирические номера были написаны специально. Исполнили со Стасом этот номер впервые. У нас была премьера, мы готовились, очень серьезно к этому подошли. Вместе с мастерами сцены выступили и молодые солисты. В программе прозвучали произведения, как широко известные публики, так и исполненные артистами театра впервые. Они были специально разучены к этому концерту. Это огромная разница. Когда ты чувствуешь энергетику зрителя, и он тебя ждет, и ты выходишь на сцену, это совсем другой драйв. А, конечно, когда ты играешь уже на камеру, то есть ты не видишь никого, но все-таки мы себя стараемся как-то поддерживать, в плане того, что все-таки зритель, он по ту сторону, и ждет нас, и мы все равно как-то чувствуем тепло. И, естественно, когда комментарии приходят, поздравления, это все приятно. Это песня из мюзикла «Звезда родилась», «Шалау», и я безумно рад, что исполнил ее. И вместе с Катей мы ее репетировали. И, честно говоря, у нас совпали даже с ней наши мысли по поводу этой песни. И очень рады, что Александр Викторович нас привлек к этой работе. Для меня это вообще первый опыт, именно как сняли, да, как клип, то есть и режиссерская работа, и операторская. Это для меня вообще все вновье, и это так круто. Я прям чувствую себя где-то, вы знаете, то есть это как «Звезда родилась», и тут вот так вот прям, и это очень круто. Символичным завершением концерта стала визитная карточка спектакля «Мюзикл навсегда» песня «Шум кулис» Шарля Азнавура. Но все равно хочу быть здесь, здесь нет ни слез, ни обид. Здесь и я могу за правду жить, быть кем угодно, чем угодно, лишь держись, «Шум кулис» здесь прошла вся жизнь. 14 августа в прямом эфире в инстаграм-аккаунте премьеры прошел концерт ансамбля группы саксофонов Государственного Кубанского Духового Оркестра. Это для нас был первый такой опыт в онлайн-формате выступать и таким составом. Мы раньше делали небольшие, несколько произведений у нас было в репертуаре именно ансамбля саксофонов, но сейчас мы его значительно расширили. Мы вошли в полноценный репетиционный период, так сказать, восстанавливаем наши программы, восстанавливаем час славы Кубани и вот первый такой онлайн-эфир мы приняли решение сделать именно малым составом. Сегодня это была группа саксофонов, ансамбль группы саксофонов. Через неделю будет другой ансамбль, это группа духовых деревянных инструментов и мы надеемся, что в ближайшем будущем, как нам разрешат, и всем коллективам дадим им большую программу и будем надеяться, что это уже будет не онлайн, а на улице перед нашим музыкальным театром променад концерта, по которому мы очень скучаем, по зрителям и ждем с нетерпением, когда мы сможем полноценно работать. джазовые композиции, кинохиты и даже музыка ирландского народного танца стали основой концертной программы. Я старался подобрать разноплановую программу из разных жанров и направлений, включая там и кино, то есть это было и рок-тайм, и басанова, сольные выступления музыкантов, то, что было разноплановое, там и было и поп, и в моем исполнении советского композитора Яна Френкеля. Можно сказать, что родился новый коллектив, потому что мы и раньше практиковали использовать ансамбли во время концерта духового оркестра, но это было и лединичное выступление. А сегодня был такой полномасштабный концерт квартета саксофонов и даже уже секстета, потому что там уже была и ударная установка, и бас-гитара. Для любителей джаза по традиции 15 августа биг-бэн Георгия Гараняна подготовил концерт с днем рождения маэстро, посвященный легендарному основателю оркестра, который вывел его на мировой уровень. Музыкальные критики называли саксофониста, композитора, дирижера, народного артиста России Георгия Гараняна выразителем идей целого поколения, ярким представителем мейнстрима, во многом определившего само это понятие в отечественном джазовом музицировании. 15 августа – это день рождения Георгия Рамовича, сегодня бы ему вспомнилось 86 лет. Мы ежегодно эти концерты играем, и при жизни его играли, и, разумеется, после того, как его не стало, мы тоже их играем, полностью его программу, вспоминаем, чуть-чуть грустим, но также вспоминаем и веселые моменты, и много прошли с ним, начиная с 98-го года. Маэстро написал музыку к нескольким театральным постановкам и десяткам фильмов, среди которых «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Осенний блюз». Его саксофон звучит в известных кинокартинах, в том числе в любимой многими поколениями комедии «Бриллиантовая рука». Оркестр – это полностью заслуга его деятельности, потому что он нас взял, мы все были классиками. Мы все, ни одного не было музыканта с джазовым образованием. Он полностью нас переделал. Сфинговать никто не мог, мы играли упражнения целыми днями. Он буквально за три месяца слепил у нас коллектив настоящий джазовый, которому доверили заканчивать в 99-м году фестиваль «Столетие Гершвина». И в этом же году был фестиваль «Столетие Дюка Эллингтона». И в Москве мы должны были начинать фестиваль, а нас послушали и сказали, «Ребята, вы так фигачите, что будете закрывать фестиваль». Георгий Рамович нас положил очень много. Вообще этот человек, конечно, легенда нашей страны, нашего Советского Союза, нашей России. Он много создал таких хрестоматийных вещей, которые, в общем-то, стали классикой жанра. Та же баллада Гараняна, которую он написал, это хрестоматийная вещь, которую, наверное, сыграл каждый саксофонист, который в свое время учится и обучался, и концертов. И это много таких вещей. Вообще он очень много сделал для развития джаза в нашей стране. В онлайн-эфире концерта в Инстаграме прозвучали авторские произведения и аранжировки, которые Георгий Гаранян написал для биг-бенда и ансамбля «Мелодия». Концерты и творческие онлайн-встречи с артистами премьеры проходят каждую неделю. Анонсы мероприятий публикуются на сайте и официальных страницах творческого объединения в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин